Светлана Алексеевич Друг и самая высокая мать Женщина дает жизнь Женщина оберегает жизнь Женщина и жизнь синонимы На самой страшной войне 20 века Женщине пришлось стать солдатом Она не только спасала, перевязывала ранее Но и стреляла из снайперки Бомбила, подрывала мосты Ходила в разведку, брала языка Женщина убивала Она убивала врага Не женское это дело убивать То была величайшая жертва Принесенная ею на отдать побед Все истории, которые вы сегодня услышите Правда Светлана Алексеевич собирала их по всему Советскому Союзу Страшная ведь история в том, что они о юных девушках Им было по 17-19 лет Многие из вас гораздо старше этих девушек Девчонки, я его получила! Я получила диплом! Девчонки, я его получила! Я получила это венучилище! Девчонки, даже не верь! Девчонки, теперь не будешь меня не учим называть! Девчонки, не такого-то важнего задания! Все, все! Ой, мои счастливые девушки! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА КОНЕЦ КОНЕЦ Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Заявление советского правительства! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, с 15 утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы, по многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Инир, Севастополь, Сауна и другие. Девочки, война! Сразу вызвали военкомат и приказ! Вот вам два часа времени! Соберитесь! Отправляем на фронт! Что у вас там такое тяжелое? Конфеты! Целый чемодан! Ну да! Целый чемодан шоколадных конфет! На войне деньги ведь мне не понадобятся! А наверх я положила фотографию курса, где все мои девочки! У нас у всех было только одно желание! Скорее военкоматы на фронт! Подрастите, девочки! Вы еще зеленые! Но мы с подругой хотим в снайперскую школу! Пойдете регулировщицами! Некогда вас учить! Я просила маму, только не надо плакать! Моя мама не плакала. Она стояла, как каменная. Но разве ей не было жаль меня? Просто она очень боялась, чтобы я не заплакала. Меня дома баловали. Я была маленькина дочка. А сейчас подстригли под мальчика. А моя мама несколько дней ждала на станции, когда нас повезут. И уже перед поездом передала мне пирог и десяток яиц. И упала в обморок. Нас провожали наши матери. Они не плакали. Наши матери. Они выли. Какая война? У нас такие грандиозные планы. Кто куда пойдет учиться? Кто кем станет? И вдруг война? Да где мы по мозгам фашистов? Наша армия разобьет врага на его территории. У меня ни капельки, ни сомнения. Ну, ни крошечки. Идем по городу. Люди стоят стеной. Женщины, старики, дети. И все плачут. Девочки идут на войну. А берут не всех. Берут девушек только сильных и выносливых. И прежде всего тех, кому исполнилось 18 лет. Какой-то капитан отбирал девушек для танковой части. Меня, конечно, он слушать не стал. Потому что мне 17 лет. И я маленькая. Родителям я, конечно же, ничего не сказала. Пришла провожать девчонок на фронт. И они меня спрятали в кузове под презентом. Стройся! Чего ты будешь просто так стоять? Спасибо. Товарищ подполковник, четыре девушки прибыли в ваше распоряжение для похождения воинской службы. Так их здесь пять, а не четыре. Четыре, товарищ подполковник. А ты чего здесь делаешь? Воевать приехала, товарищ капитан. А ну, поди сюда. Я с подругой приехала. С подругой хорошо. На танцы ходить. А здесь война. Дяденька, ну возьмите меня, пожалуйста. Я сильная. Я даже медицинской работала. Даже кровь давала. Ну, пожалуйста. Дяденька. Возьмите ее. Дяденька, пожалуйста, возьмите ее на войну. Отправить домой первая попутная машина. Скоро начался бой, и броню все забыли. Начальство уже не до нее. Только у нее ничего военного не было. Нам выдали вещмешки, и мы в них сложили свои вещи. А я отрезала лямки, распорола донышко и надела на себя. Получилась юбочка. Еще нашла гимнастерку, не очень рваную. Обвязалась ремнем. Девочки, смотрите. Смирно. Товарищ подполковник, разрешите доложить. У нас с девчатами ЧП. Я выдал им вещмешки, для того, чтобы они туда свои вещи сложили. Так они вместо этого сами туда залезли. А ну, поди сюда. А, это ты, заяц. Так точно. Приказываю выдать всем девчонкам обмундирование. Есть. Садь, строй. Есть. Вот, девчата, началась война жестокая. Им вам будет очень трудно, девочкам. И пока не поздно, можете вернуться домой. А те, кто пожелает остаться на фронте, шаг вперед. Как же мне, девоньки, сделать из вас солдат, а не мишеней для крыльцев? Товарищ подполковник, разрешите обратиться. Ну, обращайся, боец Сунгурова. Передавая Сунгурова просит освободить ее от службы в связи. Сунгурова. И направить туда, где стреляют. Девочки, вы, наверное, еще не понимаете, какова ваша роль на фронте. Вы наши глаза и уши. Армия без связи, как человек без крови. Товарищ подполковник, рядовая Сунгурова готова как штык выполнять любое ваше задание. Ну, ты, Сунгурова, штык. Как же эти обыкновенные девушки становились необыкновенными солдатами. Они были готовы к подвигу, но не были готовы к армии. А армия не была готова к миру. Ведь многие шли на фронт, добровольно. На них не рассчитывали, даже не ждали. Они вслепую собирают и разбирают снайперку. Определяют дальность цели, движение цели, скорость ветра. Копают ячейки. Ползают по-пластунски. Все могут, все умеют. Но самое сложное для них, это подняться по тревоге и собраться за пять минут. Они даже сапоги берут на два размера больше, чтобы собраться бы быстрее. Бывали случаи, что вы бегали в строй в сапогах на васую ногу. Одна девчонка чуть ноги себе не отморозила. А вот книночка из нашей роты. Рост 150 сантиметров. Размер ноги 34. А форму таких размеров не шьют. Вот и выдрее. Ботинки 42. Одевают и снимают их нерашнуровкой. По каменной мостовой. От ее строевого шага искры высекаются. Ее ходьба похожа на что угодно, кроме строевого шага. Идет ноги волочет. Смирнова, как ты ходишь в строевом? Тебя что, не учили? Почему ты не поднимаешь ноги? Три наряда вне очереди. Есть три наряда вне очереди. Повернулась, чтобы идти, а ботинки на земле остались. Ноги, кровь стерп. Вот в фильмах о войне показывают. И сестра на передовой, аккуратненько, чистенько, в юбочке. Неправда это. Разве могли бы такие вытащить раненого? Не очень ты в юбочке наползаешься, когда мужчина вокруг. А юбки только в конце войны выдадут, как парадные. Военная наука давалась нашим девочкам очень трудно. Послали меня однажды из медцам взвода за чаем. Ты чего пришла? За чаем? Так нет чая. Почему? Понимаешь, повара в котлах моются. Вот закончат, будем готовить чай. Ты чего пустая идешь? Да там повара в котлах моются. Чай еще не готов. Какие повара? В каких котлах? КОНЕЦ Несу чай, а навстречу мне идут начальник политотдела и командир бригады. Я тут же вспомнила, как нас учили. Нужно приветствовать каждого, потому что мы рядовые бойцы. А они идут двое. Как же я их двоих буду приветствовать? Послушай, боец, а это кто тебе учил вот так вот честь отдавать? Старшина учил. Он говорит, что нужно каждого приветствовать. А вынести двое и вместе. Очень трудно давались нам знаки отличия. Вот сообрази, кто там по званию. Скажут, отнеси пакет капитану. А как его отличить? Пока идешь, даже слово капитан из головы вылетит. Дяденька, а дяденька, мне дяденька велел вам вот это передать. Какой еще дяденька? В синих брюках и зеленой темностерке. Мы были такие же девчонки, как и вы. Не думайте, что мы были другие. Дисциплина, устало, знаки различия. Вся эта военная премудрость не дается нам сразу. Стоим, охраняем самолеты. Стой, пойдет. Ой, вы меня извините, но я буду стрелять. Моя спорта, не нужно говорить, вы меня извините. Нужно сразу стрелять. Поняла? Так точно. Два наряда вне очереди. Есть два наряда. Подолкайте, девчонки. С нами были командиры. Они нас учили, поддерживали. Мы изучали связь. Когда нас первый раз бомбили, мы были в санпромоснике, в бане. Когда мы шли мыться, там дядечка дежурил. Он за баней смотрел. Мы его стеснялись, но девчонки молоденькие совсем. А как стали бомбить его сразу к тому дядечке, лишь бы спастись. Оделись кое-как. Я завернула голову полотенцем. У меня красное полотенце было. Выскочили. Девушка, вам на убежище бросьте полотенце. Демаскируйте. Ничего не демаскирую. Мне мама не лиляла сырой головой ходить. А я обиделась. Меня наградили медалью за отвагу. А получать ее не пошла. Потому что подругу мою наградили медалью за боевые заслуги. Заслуги. Это значит много заслуг. А она только в одном бою участвовала. А у меня медаль за отвагу. Получается, я только один раз себя проявлю. Киселева, медаль за отвагу намного лучше, чем медаль за боевые заслуги. Это почти что орден. Ну, Киселева. Мужчина на войне мог вынести все. Ведь он же мужчина. Но как все это наносили женщинам, девушки? Я не понимаю. Когда первый раз увидела раненого, упала в обморок. Потом прошло. А когда я первый раз полезла за бойцом под поле, кричала так, что, казалось, перекрывала грохот боя. Потом привыкла. Через десять дней меня ранила. Сама выпищала осколок. Сама перерезалась. Сонечка, ты чего? Как ты не понимаешь? Я маму перед дня уже не видела. Девочки, а знаете, когда я первый раз заплакала? Вот не помню, где это было, в каком месте. Один раз человек двести раненых в стараях, а я одна. Раненых доставляли прямо с поля боя. Очень много. Помню, четыре дня не спала, не присела. Каждый кричал, сестра, сестренка, помоги, миленькая. Я бегала с одного к другому. Эти раз споткнулась и упала. И сразу же уснула. Проснулась от крика. Командир, молоденький лейтенант, тоже раненый, кричал. Молчать! Молчать я приказываю! Он понял, что я бесил. А все кричат. Им больно. Сестра, сестричка. Я тут вскочила, как побежала, не помню куда, чего. И тогда я в первый раз, как попала на фронт, заплакала. А мне так не нравится эта шинель. Такая она тяжелая, мужская. И шею трет. И лимит это все. Да зачем вообще эта война? А я когда первого раненого тащила, у меня ноги подкашивались. Я защу и шепчу, хотя бы не помер, хотя бы не помер. Смирно отставить разговоры, прекратить выживание. Больно. Девочки, а давайте песню про маму споем, а? Пожалуйста. Сыграешь? Я ее еще здесь выучила. Так спою. Червоты месяц, на воле за рекой, Запах из детства, над скошенной травой. Мамины руки плетут в мою косу. Все, что мне снится, все, что люблю. Мы вернемся назад, по-другому не может быть, слышишь, родная. Мама, я не успела тебе все секреты свои рассказать. Прорастает трава по весне и березе, шунят, не смолкая. Мама, мама, прислушайся, это мой голос, я дома опять. Смирно отставить песни. Что и петь уже нельзя. Нет, война. Больно. Вышивать нельзя. Петь нельзя. Разговаривать нельзя. Смеяться нельзя. Дышать нельзя. Ничего нельзя, ничего не хотеть. А я хочу. Хочу дожить до своего дня рождения. Чтобы мне исполнилось 18 лет. Мне почему-то страшно верить раньше. Не дожить даже до 18. А у меня, а у меня целых три желания. Первое, это перестать ползать на животе и начать ездить на трамвае. Второе, это купить и съесть целый батон. А третье, это выспаться в чистой постели. И чтобы просто не хрустели. А знаете, что я куплю на первую послевоенную зарплату? Что? Печенье. Целый ящик. А поделишься? Да, конечно. А знаете, кем я буду после войны работать? Кем? Поваром. Вот уж тогда я надеялся. Девочки, а я когда в поезде ехала, у меня температура поднялась. Вот лицо распухло так, что рта не могла раскрыть. Чтобы лекарство влить, приходилось щелочку-ложечку во рту делать. А знаете, что это было? А я очень боюсь умереть некрасиво. Только бы на пуске снаряды мне разорвало. Чего? Я такое видела. А знаете, мне кажется, что после войны, после этого человеческого страдания, море слез, будет прекрасная жизнь. Мне кажется, что все люди будут очень-очень добрые. Будут любить друг друга. Какие это будут счастливые люди после войны. Пусть у всех такое великое горе. Она нас братьями и сестрами сделала. Девочки, как я жду этот день, день победы. А я на все согласна. Никаких излишеств не надо. До печенья этого даже не надо. Пусть только будет мир. Мир, понимаете? Мы же этот мир спасаем. Умирают за эту жизнь. Молодые ребята. Время для писем. Заката до утра. Строчка за строчкой. Да вот одна беда. Есть ли то место, Где бегал басиком. Ждет ли там завтрак. С парным молоком. Мы вернемся назад. По-другому не может быть. Слышишь, родная? Мама, я не успела Тебе все секреты свои рассказать. Прорастает трава, По весне и березы шумят, Не смолкая. Мама, мама, прислушайся. Это мой голос. Я дома опять. Бойцы, к ружье. Лейтенант, к генералу. Товарищ генерал, По вашему приказанию прибыло. Отставить. Так где же этот командир саперов? Товарищ генерал. Начерпать им не нужна. А может это и есть командир саперов? Ты кто? Командир саперного взвода, Товарищ генерал. Ты командир взвода? Так точно, товарищ генерал. Это твои ребята работают? Так точно, товарищ генерал. Саладила, генерал, генерал. Видал? Сколько лет тебе, лейтенант? Двадцать, товарищ генерал. Откуда родом? В сибирячках. У меня к тебе дело есть. Со мной? Есть. Нелегко было женщине и в тылу. Не хватало машины бензина, чтобы вывезти раненых в тыл. Начальник госпиталя принял решение организовать конный обоз из соседних сел. Наутро обоз пришел. Управляли лошадьми исключительно женщины. В санях лежали домотканы, одеяла, кожухи, подушки. У некоторых даже перины. Пустили мы этих женщин в раненых. До сих пор не могу вспомнить без слез, что это было. Каждая женщина выбрала себе одного раненого. Стала готовить путь и тихонько причитать. Родники мои! Ну, миленький мой! Дорогой мой! Равиночка моя! Сыночек миленький! Каждая захватила с собой немного домашней еды. Вплоть до теплой картошки. Они укутывали раненых, как детей, свои домашние вещи. До сих пор у меня в ушах звучит эта молитва. Это тихое бабье причитание. Родники мой! Родники мой! Ну, миленький мой! Дорогой мой! Дорогой мой! Сыночек говорят короткие речи. Сначала выступают командиры, а потом друзья. А тут среди погибших был один местный парень. И на покороны пришла его мать. Стала она его оплакивать. А мой же ты, сыночек! А мы ж тебе хаточку будавали. А ты ж обещал нам молодую привезти. А ты ж венчаешься земелькой. Строй стоит. Все молчат, но не трогают. Потом она подняла голову и увидела, что убит не только ее сын, а много молодых лежит. И она по тем чужим сыновьям стала плакать. А мои же вы сыночки родные! А ваши же мамочки не видят вас. Они не знают, что вас в земельку кладут. А земелька-то такая холодная. А на дворе зима лютая. Так поплачу же я вместо них. Всех вас пожалею. Сыночки вы мои, родненькие! Все мужчины в голос начали плакать. Никто сдержаться не мог. Не имел сил. И вот меня поразило. Я и теперь об этом думаю. Величие сердца матери в таком великом горе, когда хоронят ее сына. У нее хватило сердца, чтобы оплакать и чужих сыновей. Оплакать как родных. Самая дорогая моя награда – первая медаль сад вакуум. Солдаты залегли. Команда – вперед, за Родину! А они лежат. Опять команда. Опять лежат. Тут я снимаю шапку, чтобы они видели, что я девчонка. Поднимаюсь. И они все встали. И мы пошли в бой. Молодец. Самая первая моя награда – сад вакуум. У меня тоже. Первая медаль – сад вакуум. В девятнадцать лет. В девятнадцать лет посидела. В девятнадцать лет в последнюю бою были прострелены оба легких. Вторая пуля прошла между двух позвонков. Парализовала ноги, а меня посчитали убитой. На ничьейной земле остался раненый. Костя Кудак. Санитаров, которые пытались вынести его, убила. И тогда я, сняв шапку, встала во весь рост. Сначала тихо, а потом все громче запела. Нашу любимую довоенную песню «Я на подвиг тебя провожала». «Я на подвиг тебя провожала, над страною гремела гроза. Я тебя провожала, но слезы сдержала, и были сухими глаза». Умолкла. И все с обеих сторон. И с нашей, и с немецкой. Подошла к Костя, нагнулась. Положила с настанки волокушек. И повезла к нашему. Иду, а сама думаю. Только бы не в спину. Высочью в голову стреляют. Но не раздалось ни единого выстрела, пока не зашла до наших. Под Могилевым мы ввели станцию. И там состав с детьми. Маленькие дети. Три-четыре годика. Недалеко лес. И вот они бегут в тот лес. И следом пошли немецкие танки. И танки пошли по детям. Ничего от этих детей не осталось. От этой картины можно сойти с ума. Девочки, зачем эта война? Зачем? Мы сонили Оршу. По городу бродила сумасшедшая женщина. Никогда она уже не умывалась. Не расчесывалась. У нее убили пятерых детей. Всех. И убили по-разному. Одному в голову стреляли. Другому в ушко. Она подходила к человеку на улице. Любому. И говорила. Хочешь? Я расскажу тебе, как убили моих детей. С кого начать? С Васеньки? Ему в ушко стреляли. А Петеньке в голову. Ну, с кого? От нее все бежали. Она была безумна. Поэтому она могла говорить. Когда меня арестовали и повели фашисты, я впервые испугалась. Выдержали. Я поняла, что настал ужас. Время мук. Плохо помню первый допрос. Я сознание не теряла. Один только раз сознание ушло, когда каким-то колесом выкручивали руки. Кажется, не кричала. На следующих допросах уже теряла чувство боли. Тело деревенело. Только в камере осознавала, что вся я – одна рама. Раздевали, били, подвешивали, фотографировали. Я видела, как другие сходили с ума. Видела, как маленький Коленька, ему не было еще и года. Мы его учили говорить «Мама!». Как он, когда его впервые забирали от матери, закричал «Мама!». Коленьки нет. Нет его молодой матери. Каких людей я там встретила. Они умирали в подвалах СД. И часто об их мужестве знали только стены. Я нигде не читала, как страшно на войне бывает. И так страшно, особенно в рукопашной, что заикаешься. Порой несколько дней слово правильно вымолвить не можешь. Что я запомнила в атаках рукопашных. Хруст, трещи ломаются. Кости человеческие трещат. Бойцы идут, а я чуть позади. Бойцы, считайте рядом. Все на моих глазах. Очень страшно. Плен военных женщин немцы не берут. Сразу расстреливают. Или водят перед строем своих солдат и показывают. Смотрите, мол, не женщины, а уроды. И у нас всегда с собой два патрона. Два. На случай отсечки. И вот попала у нас пленник сестра. Маша. Через день, когда мы отбили ту деревню, мы нашли ее. Глаза выколоты. Грудь отрезана. Ее посадили на кол. Мороз, и она все белая-белая. Ей было девятнадцать лет. В рюкзаке мы у нее нашли письма от близких и детскую игрушку. Отбили деревню. Ищем, где набрать воды. Вошли во двор, в котором заметили колодезный журав. Близной деревянный колодец. А во дворе лежит расстрелянный хозяин. А возле него сидит его собака. Увидела нас, начала поскуливать. До нас не сразу дошло, а она звала. Повела нас в хату. Пошли за ней. На пороге лежит жена и трое дедок. Собака села возле них и плачет. По-настоящему плачет. По-человечески. Победа! 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 Все начали стрелять! Кто из чего? У кого что было? Автомат, пистолет! Из орудия стреляли! Кто-то пихни поет, кто-то пляшет! Я живая! Я живая! Демобилизации не будет, пока за снаряды и патроны не заплатите! Что вы нацарели? Весь боезапас выпустили в воздух! А войны больше не будет! Никто никогда не захочет стрелять! Все снаряды должны быть уничтожены, чтобы никогда о войне даже не говорили! Молодец! Победа! 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 Какое прекрасное слово! Победа! 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 Мужчин с детства готовят, что им, возможно, придется стрелять. Женщин этому не учат. Их война с запахом, с цветом, с подробным миром существования. Девчата на фронт ехали. Оружие как кукол держали. Да-да, как кукол так вот и держали. А когда уже с войны возвращались, так у кого-то из рюкзака мышь выскочила, так все наши девчонки как повскакивают. Те, что были на верхних полках, кубарем оттуда, пищат. У каждой орден, а мышей боятся. История еще сотни лет будет разбираться. Что это были за девушки? Откуда? Вы представляете? Беременная, идет с миной. Ну, ждала же она ребенка, любила, хотела жить. И, конечно же, боялась, но она шла. Не ради Сталина шла, а ради своих детей, их будущей жизни. Она не хотела жить на коленях, покориться врагу. Это, конечно, в разведку я бы с такой пошел, но в жены бы не взял. Мы ушли на фронт в 18-20 лет, вернулись в 20-24. Сначала радостно, а потом страшно. Страх перед мирной жизнью. Подружки институт успели окончить. А кто мы? Ни к чему не приученные, без профессии. Все, что знаем, война. Все, что умеем, война. Хотелось скорее делаться от войны. Я отрезала пуговицы от шинели и сшила себе пальто. Продала сапоги и купила труфельки. Первый раз надела платье, слезами обливалась. Мы четыре года в брюках. Кому я могла сказать, что я радина, контужина? Попробуй, скажи, кто тебя потом на работу примет? Кто замуж возьмет? Мы молчали, как рыбы. Никому не признавались, что воевали на фронте. Мы даже медали не носили. Мужчины носили, а женщины нет. Раз, два, три, раз, два, три, вальс, вальс. Как же нам радостно видеть вас. Я помню звуки войны. Все кругом будит, лязгает, взрывается от огня. У человека на войне стареет душа. Я уже никогда не была молодой. Здравствуйте, милая, здравствуйте, здравствуйте. Раз, два, три, раз, вальс, вальс. На войне я подросла. Мама дома померила. Подросла на десять сантиметров. Глаза горят, не смеялись челки, но кто поставит им вину? После войны я ходила в разведку еще лет пятнадцать. Каждую ночь. И сны такие. То нас окружат, то у меня автомат откажет. Просыпаюсь, зубы скрипят. Вспоминаю, где я, там или здесь. У нас недалеко от дома ведутся какие-то рудные разработки. И как только начинаются взрывы, а это происходит всегда почему-то ночью, я моментально вскакиваю с кровати, хватаю шинели бежать. Мне надо скорее куда-то бежать. Мама меня схватит, прижмет к тебе и уговаривает. Проснись, проснись. Война кончилась. Ты дома. Я прихожу в сознание от ее слов. Я твоя мама. Мама. Говорит она тихо, тихо. Громкие слова меня пугают. Раз, два, три, раз, два, три, вальс, вальс. Как же нам радостно видеть вас. Здравствуйте, милые, здравствуйте, здравствуйте. Раз, два, три, раз, два, три, вальс, вальс. Среди фронтовых девушек было много красивых. Но мы не видели в них женщин. Хотя на мой взгляд, это чудесные были девчонки. Но мы привыкли смотреть на них, как на друзей. Это были наши подружки, которые вытаскивали нас с поля боя. Меня самого дважды вытаскивали раненого. Как мы могли к ним плохо относиться. Это были наши сестренки. Все считали, что они шли на войну за женихами. Что у них у всех там были романы. Но на самом деле, это честные были девчонки. После войны каждый из нас ушел в свою жизнь. После грязи, шеи, смертей. Хотелось чего-то красивого. Красивых женщин. У меня был друг. Его на фронте любила прекрасная девушка. Медсестра. Но он не взял ее в жены. Он демобилизовался и нашел себе другую. Посмотри ее. И он несчастлив со своей женой. Он теперь вспоминает ту. Она ему другом была. И он четыре года видел ее в стоптанных сапогах и в вадьбах. А хотелось поскорее забыть эту войну. Мы старались забыть все. И девчонок своих. Забыли. Ты нам остался другом верным. Хоть столько лет мы были в росте. В Минске пустили первый трамвай. И я в там трамвай ехала. И вдруг трамвай остановился. Все кричат. Женщины плачут. Человека убила. Человека убила. А я одна сижу в вагоне. Я понять не могу. Почему все плачут? У меня не было такого чувства, что это страшно. Столько убитых на фронте видела. Я не реагировала. Я привыкла жить среди них. Убитые всегда рядом. Возле них едят. Разговаривают. Они не где-то там. Как в мирной жизни. А всегда здесь. С нами. Девочки. А я вот когда домой вернулась, меня не узнали. Я подошла к двери. Постучала. Зашла. Мама растапливала печь. А два моих братика сидели на полу. На куче соломы. Голые. Нечего было надеть. Я прошусь. Пустите переночевать. А мама отвечает. Пройдите дальше. Я еще прошусь. Да как-нибудь. А мама говорит. Гражданочка. Вы видите, как мы живем. У нас и так вон сколько солдат и спали. Пройдите дальше, пока не стемнело. Тут я подхожу. Говорю. Мама. Мамочка. И они все как на меня набросятся. Как заревут. А меня преследует запах крови. Повсюду. Стану стирать белье. Слышу этот запах. Обед варю. Опять слышу. Мне блузку подарили. Красную. Это же такая редкость. Так вот. Я ее носить не могу. Потому что она красная. И в мясное дело. У меня муж ходит. Когда рамен не обрезают. Руку или ногу. Крови нет. А есть белое чистое мясо. Кровь потом. Когда я обед готовлю. Не могу разделывать курицу. У меня так солено-солено. Во рту делается. Где девочки? Девочки. Она научилась ходить. Пять лет. Первое слово «мама» выговорила в семь. У нее до сих пор получается. Не мама, а мама. Не папа, а папа. Мне до сих пор кажется, что это неправда. Она в сумасшедшем зору. Каждый год я покупаю ей новый букварь. И мы читаем этот букварь целыми днями. И дела я точно. Муж посмотрел, посмотрел на нас. И ушел. Ушел с упреками. Разве нормальная женщина пойдет на войну? Научится стрелять. Поэтому ты ребенка нормального родить не способна. Я за него молюсь. Это мой предок. Я любила родину больше всего на свете. Я любила. Кому я могу это рассказать? Моей девочке. Только ей одной. Я вспоминаю войну. А она думает, что я рассказываю ей сказку. Страшную детскую сказку. Не все девушки дожили до победы. Многие из них остались лежать на полях этой войны. Девочки. Девочки. Юные. Красивые. Могли бы выйти замуж. Могли бы стать научными работниками. Учителями. Известными актрисами. Поэтами. Любящими мамами. Не стали. Война. Беда. Они навечно остались молодыми и красивыми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Аплодисменты. Аплодисменты. Какое-то предчувствие. Ходила к старшине. Просила дать новое питьё. А он пожалел. Говорит, ты же недавно получала. Сонечка, пойдём утром попросим вдвоём. Я её успоказываю. Мы с тобой два года воюем. Да нас теперь пули боятся. Но утром она меня всё-таки уговорила пойти к старшине. Выпросили мы у него пару новых питья. И вот у неё. Эта новая рубашка нижняя. Белоснежная. Тут завязочка не такая. Она вся была залита кровью. И это сочетание белого с красным. С кровью алой. До сего времени у меня в памяти. Она себе так это и представляла. Мы несли её на плащ палатки. Она такая тяжёлая сделалась. У нас в том бою много людей погибло. Вырыли большую братскую могилу. Положили всех. Положили каждого без крова, как всегда. И Любу сверху. До меня никак не доходило, что её больше нет. И я её уже не увижу. Думаю, хоть что-нибудь возьму у неё на память. А у неё на руке было колечко. Какое оно? Золотое или простое? Не знаю. Я взяла его. Хотя ребята меня и останавливали. Несмемо убрать. Плохая примета. И вот когда уже прощаться, Каждый по обычаю бросает в город земли. Я тоже бросила. И это колечко у меня слетело туда же. В могилу. К Люде. И тогда я вспомнила. Она очень любила это колечко. У них в семье отец. Всю войну прошёл. Живой вернулся. И брат пришёл. Мужчины вернулись. А Люба погибла. Шура, Киселёва. Она была у нас самая красивая. Как актриса. Сгорела. Она прятала тяжёлораненых в скирдах соломы. Начался обстрел. Солома загорелась. Шура могла сама спастись. Но для этого нужно было бросить ранних. Раненые сгорели. И Шура вместе с ними. Аня Кобурова. Пуля попала ей прямо в сердце. В это время над нами пролетал клин журавлей. Все подняли голову к небу. И Аня открыла глаза. Девочки, неужели я умру? В это время бежал наш почтальон, наша Клава. Она кричала. Не умирай, не умирай. Теперь письмо из дома. Аня не закрывала глаза. Она ждала. Клава села возле неё. Распечатала конверт. Письмо от мамы. Дорогая моя. Милая доченька. Возле меня стоял врач. Он говорил. Это чудо. Чудо. Она живёт вопреки всем законам медицины. Зачитали письмо. И только тогда Аня закрыла глаза. Только недавно я узнала подробности гибели Тони Бахковой. Она спасла это с толкой мину любимого человека. Осколки летят. Это какие-то доли секунды. Как она успела? Она спасла лейтенанта Петю Байчевского. Она его любила. И он остался жить. После войны Петя Байчевский всё это мне рассказал. Мы с ним разыскали ту поляну, где Тоня погибла. Он взял землю с её могилы. Нёс и целовал. Было у нас пятеро девчонок. Пятеро. А одна я вернулась к маме. Простите меня, мои девочки. ПЕСНЯ 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 Дорогие наши зрители, хорошие наши зрители. Будьте достойны памяти этих девочек. Будьте достойны. ПЕСНЯ 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 Аплодисменты Аплодисменты Аплодисменты